Продолжение следует... 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 Параллельно, когда у нас была возможность, эвакуировали людей, ну то есть команда с другими группами волонтеров. Полностью отдавался делу, ходил в одних и тех же джинсах. Каждый день, у вас день начинается найти какой-то материал, что-то снять, а у него поехать помочь людям, кого-то эвакуировать и так далее. Вот так. Он жил с марта месяца на Донбассе, что говорить. Если я там месяц поработал, то домой на две недели, а человек там постоянно. Энди был нашим другом, он приехал из Новой Зеландии в начале войны, в марте. И он начал заниматься доставкой гуманитарки, потом постепенно, по-моему, конца мая эвакуациями. На этой фоне мы и познакомились, на Донбассе где-то в июне-июле. Мы занимались эвакуацией из Северска, я помню, один из первых разов, когда мы ездили вместе. Энди был очень тихим человеком, который просто хотел помогать людям. Тут он чувствовал, что это его миссия, это то, что он должен делать. Поэтому, когда его семья спрашивала, когда ты уже приедешь, он всегда говорил, когда все закончится. Они поехали с коллегой, с Крисом в Солидар 6-го числа, и с тех пор они не выходили на связь. Очень сложно судить об обстоятельствах, которые происходили, возможно, в ближайшее время мы узнаем больше. Люди, которые приезжают в Украину, особенно иностранцы, это люди, которые видят несправедливость, которая здесь происходит, и понимают, что они не могут стоять в стороне от этого. Поэтому внутри у них есть какой-то моральный компас, который двигает их в эту сторону. И Энди был именно таким человеком. Он был человеком, который мало говорил и просто делал работу. Он не давал интервью, он не вел никаких страниц соцсетей. Очень сложно было найти фотографии Энди, потому что он не любил камеры. Он просто хотел помогать людям, и это он и делал. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ